Короткую реплику, скажу мне, мы постоянно, у нас односторонний диалог. Смотрите еще раз. Во-первых, никто не предлагает кидаться в объятия России. Еще раз говорю, учитывая смену формата, в том числе военного, и перераспределения геополитических интересов, надо понимать, что интересы Европы тоже меняются. Когда вы говорите о двуличии, вы забываете, что весь мир двуличен. Весь мир двуличен. Они замечают то, что им выгодно, и всегда действуют в своих интересах. Так действуют Штаты, вот сейчас наплевав на Европу. Так действовала Европа, забирая у нас граждан, понимая, что у нас тут на самом деле происходит. И что Петр Алексеевич зарабатывает на войне. И что никакой борьбы с коррупцией не было, и нет сейчас. И когда они нам врали, что мы вот сейчас пройдем какие-то реформы, станем Евросоюзом. Польша все свои реформы сделала за 16 месяцев. Послушайте, нет реформ, которые длятся 7 лет. Или когда нам говорят, давайте еще 20 лет реформы, вы будете Европой. Это обман. Это использование ситуации в своих интересах. Я говорил совершенно о другом. Когда меняется мировой ландшафт, меняются интересы у всех. И мы здесь должны быть прагматичны к выборе. Нравится нам или не нравится, наши соседи могут не нравиться. Но мы понимаем, как вы правильно сказали, что мы не Соединенные Штаты. И мы не можем победить ни одного из наших соседей. Но это надо констатировать и принять как факт. Поэтому нам не Молдову. Но вот вы смеетесь, это действительно не смешно. Мы богаче в Европе, но в Европе нет. Дорогие друзья, смотрите, я просто разогласил. Вот сейчас нужно понимать, что время компромиссов. Время новой архитектуры. Время новых интересов. И Европа сейчас тоже будет вынуждена искать совершенно новую систему существования. И в экономическом плане, и в плане безопасности. И если ландшафт будет меняться, вполне возможно, Украина, еще раз говорю, сейчас является просто яблоком раздора. Мы гордые, самые нищие. У нас капитальные проблемы. Мы бегаем по всему миру с протянутой рукой и решаем, что за нас кто-то что-то будет решать. Нужно выходить с другими предложениями. Мы действительно гордые. Нам есть чем гордиться в истории. Теперь эту историю надо трансформировать в современное пространство. И тем более, эта же теория была не наша. И это не я сейчас изобрел велосипед. Эта дискуссия ведется несколько десятилетий. И учитывая ресурсную базу, базу полезных ископаемых, континентальность, научно-технические разработки, да просто даже то, что мы в большинстве своем славяне, дарят мне определенный оптимизм. Тут очень важный момент, что почему меняется ландшафт и почему сегодня вот эта лицемерие. У нас же сегодня каждый сам за себя. Потому что главный интерес твой национальный государственный, а не коллективный интерес. Сейчас, Лёша. Почему? Потому что, почему меняется ландшафт. Потому что современный ландшафт был сформирован после Второй мировой войны. Это 45-й год. Продолжение следует...